Виктор Львовский, Зелёная Чёлка Нам задали сделать видеоблог. Это раскроет ваши аналитические и творческие способности, расширит кругозур. Вы научитесь вести себя перед камерой, говорить, строить высказывания, публично выступать, сказала Марья Вячеславовна. А потом, ну может быть, сделаем канал нашей школы и разместим его в Ютубе. Я вообще-то не против раскрыть свои способности, потому что у меня их много разных. Мама говорит, что я хорошо рисую, папа говорит, что у меня способности к шахматам, а сам я считаю, что вообще могу стать режиссёром. Правда, бабушка говорит, что нынче это опасно, потому что по телевизору всё время показывают режиссёров, которые сидят в тюрьме. Ну я-то буду хорошим режиссёром, подумал я. Деньги воровать не буду, нападать на людей тоже не собираюсь. В общем, надо разобраться. Может, у меня много способностей, а к 11 классу они закроются, другие откроются. В общем, так бывает, я решил и сел смотреть видеоблоги, потому что Марья Вячеславовна говорила, что прежде чем делать что-то, сначала нужно изучить чужой опыт. Ну, надо сказать, это оказалось полезно для расширения кругозор. Одна девушка показывала, как она красит губы и глаза. Рассказывала, как живёт каждый день, куда идёт, с кем встречается. Показывала свою собачку, подружек, передавала привет одноклассникам. Я подумала, что она вообще камеру не выключает и всю свою жизнь всем показывает. Я даже, надо сказать, испугалась. Потому что если я стану видеоблогером, то мне уже не сделать ничего неприличного или дурацкого. Получается, что всё время за мной кто-то будет следить? Мне даже показалось, что за мной уже кто-то следит. И я сказал Мишке, слышь, эти видеоблогеры, они вообще всю свою жизнь снимать должны. Я не хочу. Но Мишка меня успокоил. Ты чё? Это ж твой блог. Чё хочешь, снимаешь. Чё хочешь, выкладываешь. А, ну тогда я успокоился и стал смотреть дальше контент. Так вот это у них правильно называется. Один парень создал канал про сериалы. Он искал такие моменты в каждом сериале, где одни кадры не совпадают с другими. Ну, например, в одном кадре у преступника книга или тетрадь лежит прямо, а в другом кривовато. Или одна женщина лежит на подушке такой большой, а в другом кадре поменьше. Надо иметь такую наблюдательность. Но больше всего было блогеров, которые рассказывали про других блогеров. Ну, то есть, они одни что-нибудь говорили, а другие их критиковали. Или кто-то писал книжки, а другие их пересказывали и ругались. И при этом большие, толстые книжки они пересказывали за пять минут всё, что там написано. Получается, что нужно вообще книжки не читать. Послушал содержание и всё. Я решил это запомнить на будущее, когда нам в десятом классе будут задавать много читать, как моей сестре верят. В общем, я решил, что тоже стану критиком. И выбрал одного дядьку, который читал стихи про Россию. Я сначала хотела рассказать, как он плохо читает, одет, как он ругается матом. Но потом я нашёл другого дядьку. Он говорил что-то про память, про нашу, про войну. Плохо так говорил, запинался, строил длиннющие предложения. А нам, Мария Вячеславовна, говорила, что так делать нельзя, если хочешь, чтобы тебя понял собеседник. В общем, только я собрался придумать, что буду говорить, как позвонил Мишка и сказал, что у него есть идея. Давай, говорит, я буду брать у тебя. Интервью. Я такое видел, так блогеры делают. Ну, мне идея понравилась. Мишка пришёл ко мне, и мы стали думать, на какую тему брать интервью. Посмотрели нескольких блогеров, которые берут очень весёлое интервью, и вроде бы рассказывают про всякую фигню. Я сказал, а давай просто расскажем о своей жизни. Ты спросишь меня, я спрошу тебя. Оригинально получится, как у всех? Не, сказал Мишка. Давай буду только я спрашивать. Это круче получится. Можно стрижку специальную сделать, покраситься в зелёный цвет. И ещё у меня есть оранжевые шнурки. А потом я прошу Настю, Петьку, и мы сможем потом сказать, что это наш общий блог. Ну, ладно, согласился я. Я подумал, что отвечать на вопросы даже проще, чем их задавать. В конце концов, про свою жизнь я всё знаю. А вопросы ещё придумать надо. На следующий день мы сели друг напротив друга. Мишка включил телефон, прислонил его к книжке на столе, положил ногу на ногу, шнурки он и правда надел, привязал оранжевые, волосы покрасил серо-бурмалиновой краской, и чё, ярко-зелёный. Вид, как у попугая, подумал я, но промолчал, потому что вспомнил, что мне такие видеоблогеры попадались, и у них многомиллионные просмотры. Мишка вид наметил высоко. Мы начали. Ну, сказал Мишка, расскажи, Макс, Макс, как ты проводишь время? Ну, я рассказал, что утром встаю, иду в школу, потом делаю уроки, чувствую, получается вообще неинтересно. Мишка это тоже, наверное, понял и стал задавать острые вопросы. Наркотики куришь? Или нюхаешь клей? Матом ругаешься? Я подумал, что если скажу нет, то передача будет неинтересной. А если да? Опять напугаю всех, взорву школу. А если? Ещё хуже, папа. Это опасней. И тогда я сказал, я такое видел у блогеров. Без комментариев. Мишка таким моим умным и загадочным ответом удовлетворился и задал следующий вопрос. У тебя была групповуха. Это он, видно, готовился к эфиру. Слово какое-то странное. Я сказал, в детском саду я был в группе, потом в оздоровительном лагере. Но это уже был отряд. И я развернул свой ответ. Сказал, что отряд – это когда есть общая цель. И что я собираюсь летом в Артек, в Крым. Мишка так криво усмехнулся. Потом выключил телефон и сказал, это вопросы такие модные, поэтому неприличные. Чтобы я потом сам почитал, чтобы нашу беседу не прерывать. Ну, в общем, он прям вошёл в роли во вкус. Как ты относишься к мигрантам? Ну, к приезжим, то есть. Должны ли они жить в нашей стране? Это заверну, подумал я. Но решил ответить, как нас учили на уроке литературы. С одной стороны так, а с другой по другому. И я сказал, с одной стороны, эта дешёвая рабочая сила для России выгодна. С другой стороны, это люди, которые заполняют наш город. Нам тут скоро места не останется. Они грязные. Они живут, как в хлеву. Они спят без гилья. И они много рожают. Я чувствовал, как расхожусь и говорю всё более уверенно, убедительно для Мишки. На самом деле, я просто повторял то, что слышал в ток-шоу по телевизору, пока папа этот телевизор, ну, будто нечаянно не сломал. Я подумал, что мне повезло, что я так хорошо всё запомнил. Но Мишка как будто не в восторге от моей информированности. Он шепнул что-то и стал писать пальцем в воздухе. Я попытался разобрать, но разобрал только то... Три буквы. Тьфу, сказал Мишка, выключил телефон. Давай про толерантность, нам за это бал повысит. А, понял я. А что про неё говорить? Ну, скажи, что все люди равны. А если они не равны? А ты всё равно скажи. Это ж толерантность. Должны быть равны. Ну, ладно, сказал я. И сказал. Несмотря на то, что все люди разные, они совершенно одинаковые. У них есть номаки, руки, внутренние органы, и они равны. Всё должно быть справедливо, как у всех. М-м-м, сказал Мишка. А как ты относишься к Пусси Райт? Это он точно подготовился. Ну, и я был не промах. Это чучело, которые в церкви плясали. Будут сидеть, я сказал. Это я так из клипа взял, там, Жеглов такой, говорил. Будут сидеть, я сказал. Уточнил я. А в дом расхохотался и тоже ногу на ногу положил. Нормально. Одобрил Мишка большим пальцем под столом и сказал. А ты считаешь это справедливым? Ну, из-за этого вопроса о справедливости не знаю, где он его взял, у кого, вставлял его к месту и не к месту. Я же сказал. Будут сидеть, сказал я. При чём тут справедливость? Это я вопросом на вопрос ответил. И тут можно было бы ещё микрофон выключить. Это был бы другой жанр. Пресс-конференции называется. Но у Мишки микрофон отключить было нельзя. И он сам понял, что ловить этим вопросом у меня нечего. И задал следующий. Ну и последний вопрос от Марселя Пруста. Не знаю, что это такое, но вид у Мишки был очень важный и он положил другую ногу. на ногу и откинул зелёную щёпку. Если бы ты попал на необитаемый остров, что бы ты взял с собой? Маму, папу, Костика, Веру, ну и тебя, дурака, остроумно добавил я. Ты не понял. Вальяжно раскинулся Мишка в компьютерном кресле и стал крутиться в нём, ну типа, выражать нетерпение. Ну, может, туалет захотел, я не знаю. Никого, а что? Неодушевлённое, существительное. В первом классе проходили. А это была шутка. Вывернулся я. Я бы взял телевизор. Мне в нём всё, что нужно, чтобы быть в курсе. Спасибо. Мишка встал, пожал мне руку, нагнулся так, чтобы видно было в камеру. Я тоже пожал ему руку. Мы скинули интервью в сеть и выложили в Ютуб, в закрытую ссылку. Ну, так сказали сделать, чтобы сначала Марья Вячеславовна посмотрела, что мы там наговорили. Ну, потому что это же будет канал нашей школы. На следующий день мы пришли в школу. Зелёную чёлку Мишка смыл. Я, правда, думала, что у него не получится, но оказалось, что эта краска такая смываемая. Все показывали свои ролики. Когда готовил пиццу, Маша делала докупаж, Света сделала презентацию о героическом подвиге дедушки во Второй Чеченской войне. Настя пошла гулять с сестрёнкой и рассказывала, «Как можно играть с маленьким ребёнком, если у тебя послали гулять, и чтобы не было скучно?» И в самом конце выступили мы с Мишкой. «Ну, это пока сырое, без монтажа», сказал Мишка, перед тем, как включить. «Давай врубай», сказал я. И все посмотрели пять минут, которые мы сняли. Когда закончилось, все молча сидели. Но я, правда, думала, что это пауза перед бурными овациями. Но все как-то с интересом смотрели только на Мишку. «А как ты сделал зелёную чулку?» Наконец спросил Питька. «А чё, она смывается?» «Вокей, триста рублей», гордо ответил Мишка. «Да ладно», сказала Настя. «Правда смывается?» спросила Женя. «Я всё ждал, что они скажут что-нибудь по существу вопроса. Но содержание, похоже, их не интересовало. Даже Марья Вячеслава как-то помалкивала, стала какая-то заторможенная. «Неужели она хочет спросить врачёвку?» подумала я. «У неё же нормальная прическа». Но тут прозвенел звонок и прервал мои размышления. «Надо было переодеваться на физкультуру». «Закончим просмотр на следующем уроке», задумчивым голосом сказала Марья Вячеславовна. «Может, она не поняла, что это серьёзное интервью?» «Всё думала я на уроке физкультуры». «Наоборот, может, её потрясло?» «Ей правда прическа важней. С одной стороны обидно, а с другой стороны я решил быть толерантным к её женским проблемам. Нам ещё вместе работать до четвёртого класса». трёх, нюх, тёх, нюх. Тёх, нюх. Ёх. Продолжение следует...